Здравствуйте, друзья! Вы смотрите рубрику «Политика и экономика», где мы освещаем важнейшие события мировой политики и их влияние на экономику. Сегодня у нас особый выпуск, в котором мы разберем, как международные санкции против России влияют на рынок нефти и какие последствия это может иметь для мировой и локальной экономики. Почему это важно? Потому что нефть — это не просто топливо, это основа глобальной экономики. Изменение цен на нефть влияет на стоимость товаров, услуг и даже повседневную жизнь каждого из нас. А теперь давайте разберемся в деталях. 16 ноября страны Большой Семерки вновь подтвердили свою позицию — ужесточение санкций против России. Среди ключевых мер — контроль за соблюдением потолка цен на российскую нефть и санкции для тех, кто нарушает эти ограничения. Эти меры уже отражаются на мировом рынке. Например, на 25 ноября стоимость январских фьючерсов на нефть марки Brent составила 74 доллара за баррель. Это на 43 цента ниже предыдущего дня. Но даже небольшие изменения могут вызывать крупные последствия. Например, европейские страны уже готовятся к возможному росту цен на энергоносители в зимний период. А как это скажется на бизнесе и потребителях? Для России последствия этих санкций становятся все более ощутимыми. Экспорт нефти остается главным источником доходов. Но ограничения со стороны Большой Семерки создают серьезные препятствия. Основные покупатели российской нефти, такие как Китай и Индия, действительно наращивают объемы закупок. Например, только за октябрь экспорт в Индию достиг рекордных объемов. Однако эти страны платят за нефть значительно меньше, чем Европа, что снижает доходы России. Согласно оценкам, потери от экспорта могут составить до 30% доходов. Это серьезный вызов для российского бюджета, который уже сталкивается с дефицитом. Дополнительные расходы на финансирование внутренних программ и геополитические конфликты усугубляют ситуацию. В то же время санкции влияют на весь мировой рынок. Европа продолжает борьбу с последствиями энергетического кризиса. Высокие цены на нефть и газ усиливают инфляцию, увеличивая расходы на транспортировку товаров. Это вызывает цепную реакцию. Бизнес повышает цены, что приводит к росту стоимости товаров для потребителей. Развивающиеся страны также страдают. Например, Африка и Юго-Восточная Азия сталкиваются с увеличением стоимости импорта топлива, что сильно влияет на местные экономики. В некоторых странах стоимость энергоносителей выросла на 20% за последний год, что делает их недоступными для большей части населения. Что будет дальше? Если экспорт российской нефти продолжит сокращаться, цены могут достичь 100 долларов за баррель. Некоторые аналитики считают, что увеличение добычи нефти в США и Саудовской Аравии может стабилизировать рынок. Но это займет время. А как вы думаете, смогут ли новые санкции изменить текущую ситуацию? Какие последствия это может иметь для мировой экономики? Делитесь своими мыслями в комментариях. Подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные события и аналитические разборы. Спасибо за просмотр и до встречи в следующем выпуске.